короче мужики кто был вангою кто что сказал ну это только крышечка сама ступится целая типа тут все тут все нормально только крышечка вот крышечка город короче все пережив 30 сотых в себе под картоплю это типа 15 сотых в два следы потом перейбу 15 сотых в 1,5 ну грубо говоря там 20 сотых за горами 20 сотых в Калим аж в колесо з'ехало сука 20 сотых и 10 сотых на буряки в себе и не витримал лихой доли а что бы она лопнула по моей дурости я ее перетягивал пару дней назад вот и видно я якусь сторону сильно перетягнул блять та и таке, но ничого ниде не капает ничого грузы на месте зараз оце на буряки зняв того, что там нормально ну вот вы можете лицезреть сколько брало в 12 до 15 это там бой блять земли ну короче таке там по таких ямах по таких подскакував, что капец и вот ничего ничего все на месте ничего не идет вот эта хуйня лопнула вона отдельно отступиться вот эта хуйня тут вот как раз тут ай ну ладно то не есть что страшное мы что нальопало масло налив масло воно летело обрезкало блять по всему вот что все сухо вот это накапало вот это с трубочки я ее снимал такую хуйню я еще маю кидаю курить ну их нахуй и сигарет хибко зерка поправить а я в шапце а не в кипце ну таке короче такие спитания были такие висновки дали великий плюс уже буксувати воно ему не дает ни в каком разе а где я это взломал михо тоди с перейом рванути там тоди перед ровом как раз михо с перейом гепнути коли сунул оце как бульдозером ну что ж зробишь ну 2.5 анекотин на нихуя не вставляю что то дож continuation по температуре мотора ближе 70 сьг constantly не бачил а валев я какая то заран година илия пьятое валев я с першим годин 4 годину без перекуры от а переезд и поезд и вперед, и в бой мое таке то Ну, ребята, такой выяснил. Я задоволен, та поломка, она бы и в другую, раньше бы вылезла, потому что, видно, я другую сторону перетягнул. Больше, и оно его переломало просто. Найшло слабое место. А воно ж чугунное, то гимно, блядь, одноразовое. Сука, они все хитро, сука, спанували. Ну ничего, я уже там добазарився, ступица будет в второк. На то, на то можно ездить, главное, что частина ступицы, там, где шпонка, вона лишилась целая. Я просто прижав тою частью в ухо, что целая, и все. То есть, ехать можно без проблем. Вот такая удар гасить, упор не подшип, если он будет. Что там капает мастила? Не капает. Но с недели буду делать мосты, еще будут там пару моментов, которые я еще маю, будем услуговывать еще топливную систему и так далее. Что я могу сказать? Я не пошкодовал, что я сделаю эти баласти. Грузины на колесах давали хороший плюс, но с баластами он имеет постоянную тягу, постоянные зацепы. Я уже вижу дым черный, значит, он не дается боксировать. Это хорошо. Значит, або заглибоко, або включаю там нижнюю передачу, с четвертой на третью. Десь на колесе у меня была, блядь, хуйня одна. Где она? Она видна або с верху, або снизу. А вот. Чуть-чуть хочу пускать, чуть-чуть совсем. Вот тут такое, то гимно китайское, тут не маю, что сказать. Вот тоже. Гимно такое, что не видно. Так. Ну все. То есть совокупно зі всіма грузами, зі всім металом, что я на него нависил, где усиляв, где чипляв, трактор сам без меня 950 кг. Там зі мною круглая тона. Ну нахуй то дудку. Короче, вы поняли. Все, я успокоился. Я успокоился, я бачу результат. Я бачу, что в тяжкой культивации ничего не обервало. Это самая такая нагрузка для него, этот культиватор. Больше ничего сильного я не маю дома. Однокорпусный плужок, он с ним летит, вы видели. Вот мне для чего нужно было эти балласти, чтобы все было надежно и уверенно. Чтобы я знал, что он не пропускает землю, не пересипает ее. Просто летит на сколько ему дозволяет потужность. Ну что, трубины на очереди. Хейтеры напряглись. А как то? А как? Розверли мотора. Все переверим. Я все на своем прикладе переверяю. Я все переверяю на своем прикладе. Не порвали моста коробку? Вот вам приклад. И снова таки, дякуйте мне за то, что я на собите переверил. И вы будете знать, что у вас будет все нормально. То есть я думаю, что тут получается 150 кг на задовый. Думаю, сотку спокойно можете кидать. Кто что мает. Проблем не будет точно. Вот и все. Еще будет позже видос. Скажу два слова. Опять та дудка. Скажу два слова для новых подписчиков. А их набралось за последний месяц чуть не 400 штук. Розкажу. Вы же не будете все смотреть мои видео, типа, попередние. Хотя я вам рекомендую для того створені списки витворення. И вы туда зайдите и посмотрите, что там есть. Потому что там много чего. Там столько всего. Там просто капец. Вам очи будут разбегаться. Много кто думает, пишут комментарии. А у меня уже видео на эту тему снято и раньше и так далее. То есть много чего. Что ты не купил Т25. Старожили знают мою позицию. На рахунок Т25, Т40 и МТЗ старых драпачей за 2-3 тысячи долларов. Типа, если на противогу брать, то нужно брать цену трактора, типа. А не, я мав купить за 7-8 тысяч нормального какогось МТЗона. И что я мав с ним делать. Ждать, пока меня такие маленькие приедут и сделают. Так. Кто хочет еще, как говорят, эмоции. Кто хочет яркой правды. Что касается деятельности простого селянина-механізатора. Самоучки. На таком самоучке. Та и на всех остальных. На тракторах, комбайнах, на которых я езду. Подписывайтесь на инстаграм. Там много всего. Вы там посмотрите так, что вам потом спать не сможете. На вот этот пивень. Глопотник. Чтобы ты не выдержал. Сволы. Где моё ружье? Такие дела, хлопцы. Такий трактор. Такая работа. Управляется? Да. А нарази все, что Михта показал. Все, что знал и рассказал. И нарази добрые, хлопцы. Пойдя все здоровьи.